Аллея на проспекте космонавтов Еще недавно одно из самых неухоженных мест города Вот кадры сюжета, снятого нами три года назад Заросли, горы мусора и потрескавшаяся асфальтовая тропинка Старожил Эдуард Тушев вспоминает В советское время здесь был самый настоящий парк Победа Вот уникальный снимок 9 мая 1965 года Празднование 20-летия со дня разгрома фашистских войск Почти 100 героев Советского Союза, герои войны и труда Лично высаживают именные ели А у каждой елочки была тумбочка персональная, бетонная И на ней хромированная табличка Кто посадил Только снег сошел, чтобы убирали все лишнее Наводили порядок Вот здесь вот по этим газонам высаживали цветы Говорит, после развала Союза таблички исчезли Еле осталось меньше половины, а сам парк стал никому не нужен Два года назад он поделился со своей внучкой Инной Тушевой воспоминания Так родилась идея парк восстановить Мы начали с того, что выходили на субботники Организовывали население города Барнаула Население прилежащих домов Здесь не только стало чище Здесь, как вы видите, стало еще и безопаснее По ее словам, к акциям охотно присоединились ветеранские организации Оказалось, многие этот парк прекрасно помнят В прошлом году городские власти помогли с вырубкой аварийных деревьев А на следующий год комитет по делам молодежи Барнаула Обещает выделить на благоустройство около 200 тысяч рублей Студенты-архитекторы из АГИК разрабатывают проект реконструкции Обещая сделать настоящую современную зону отдыха Тем временем волонтеры-краеведы продолжают искать все новые исторические факты о парке Предстоит узнать именно точное количество, сколько человек высаживало И, скорее всего, в закладке парка участвовали космонавты Это, в частности, Герман Титов, наш земляк И предстоит узнать, именно был он или нет Инициативная группа обращается ко всем неравнодушным барнаульцам Если в ваших семейных фотоальбомах есть фото парка, каким он был изначально Или вы можете поделиться интересными фактами из его истории Вас просят связаться по телефону или электронной почте, указанным на экране Открыть парк в уже обновленном виде планируется к 75-летию со Дня Победы в 2020 году Илья Кочетков, Николай Шилко, Наши Новости